Всем привет, дорогие мои! Хочу поздравить вас с Новым Годом! Это мое первое видео в 2013 году. И сделаю небольшое видео о коробочках Allibox. Мне пришли две коробочки практически в одно и то же период времени. Одна коробочка декабрьская, которую я практически всю уже попробовала. И вторая коробочка мне очень понравилась. Я даже выкладывала в инстаграме фотографию. Это такая натуральная коробочка. Она сделана в таком натуральном стиле. Немножко как бы под картон или под дерево. Здесь открывается интересная такая, так скажем, мишура. И все продукты, в принципе, мне тоже очень понравились. Хотя я не супер любитель натурального, но очень мне все продукты понравились. Так, давайте начнем с ним. Что было интересно, это два средства для волос от Velo Professional, System Professional. Это спрей для волос, то есть это лак для волос и мусс для волос. Лак для волос неплохой, достаточно хорошо держит волосы. Я часто брызгаю теперь на челку, закрепляю челку, потому что она у меня отрастает и такая неопределенная форма. Хороший лак. Можно брать его с собой в сумочку класть. Нравится, что не такой небольшой объем. Можно брать с собой в поездки. И мусс для волос я попробовала один раз, когда делала укладку на Новый год. Ну, в принципе, неплохой. Нормально, не грязнит особо волосы. Хороший объем делает. Ничего плохого не могу сказать. Понравились эти два средства. Следующее, что у меня лежало в коробочке, это, во-первых, такой гель для душа от Kelvin Klein Beauty. И сам он очень приятно пахнет. Достаточно такой ароматизированный. И он мне напоминает почему-то какие-то такие дорогие вечерние запахи. И когда его нюхаешь, когда пробуешь, когда его используешь на себе, хочется сразу надеть вечернее платье и куда-то отправиться. В общем, запах очень такой приятный. Очень такой, я бы сказала, дорогой. И классно он распределяется на теле. В смысле, после него кожа очень бархатистая и мягкая. И такой же парфюм в пробнике этой же фирмы Kelvin Klein. И этого же названия Beauty. Тоже такой приятный. Но это, скорее всего, вечерние такие ароматы. И все-таки, наверное, более зимние. Потому что они немножко такие терпковатые и тяжеловатые. Особенно парфюм. Что касается геля, он, в принципе, улетучивается с кожи. Немножко он задерживается, но уходит. И он не тяжелый, не остается тяжелого запаха на коже. Следующие два средства от Aven. Это крем для лица. И лосьон для тела. Крем для лица я уже хорошенько распробовала. Он с SPF 20. И он с увлажняющей. Что нужно сейчас для зимнего периода времени. Называется он вот так. Называется это крем Hydranes Optimal Leisure с SPF 20. Увлажняющий крем может справиться с задачей обезвоженности, сухости. И благодаря наличию абсорбирующих микрокапсул крем придет к коже матовой оттенок. И солнцезащитные фильтры витамин Е защищают ее от фотостарина. В принципе, такой обычный дневный крем. Ничего особенного, но увлажняет хорошо. И второй продукт от Aven. Это лосьон для тела. Или эмульсия для тела с колд кремом. У меня уже был продукт от Aven с колд кремом. Это мыло для лица. Который, помимо того, что чает, он еще ухаживает за кожей лица. Обладает увлажняющим таким эффектом. И это то же самое. То есть, серия с колд кремом предназначена для сухой, безвоженной кожи. Для того, чтобы восстановить. Уборится с сухостью и подходит для чувствительной кожи. Хороший такой рост. Я не раз попробовала, правда. Ну, в принципе, средство такое неплохо мягкое. На основе, в виде молочка, так скажем. Быстро впитывается. Не оставляет каких-то таких липких следов. Нет такого, какого-то ароматизированного запаха. Просто он именно справляется с сухостью кожи. Особенно на локотках, вот здесь, на коленях. То есть, то, что у нас сохнет ему быстрее всего. Также мне положили в коробочку такое средство для мягкого удаления кутикулы. Как утверждает производитель, его достаточно наносить один раз в неделю на 30 секунд. И кутикула будет мягко удаляться. Но не могу ничего такого сказать. Я его попробовала не раз. Но кутикула так быстро не удалилась, естественным образом. Пахнет, как обычный прозрачный такой закрепитель. Я его использую сверху, наношу. Он и дает прекрасный блеск. И хорошо держит лак или какие-то другие покрытия на ногтях. Так как это все-таки не масло, как таковое. Оно все-таки больше похоже на закрепитель. В моей декабрьской коробочке также у меня была помада от Rouge Pony Rouge. В таком, в принципе, достаточно красивом, натуральном оттенке. Немножко даже, можно сказать, шоколадным. Очень мне понравилась упаковка. Никогда не покупала помаду Rouge Pony Rouge. И вообще не подходила, как такая, к их стенду. Не знаю почему. Но мне, в принципе, понравилась эта помада. Она понравилась и за упаковку достаточно такую красивую, и за само качество. Вот такой оттенок. Сейчас на камере я вижу, что немножко розовинка дает. На самом деле, это такой коричневый шоколадный оттенок с перламут. Очень приемная. На губах увлажняет. Ничего плохого могу сказать. Только понравилась. И, если кому интересно, это номер 011. И последний продукт, который у меня находился в декабрьской коробочке, это туалетная вода от Arman Bassi In Red. В принципе, очень давно она у меня была. Давно-давно. И я скажу, что это для меня, это какой-то все-таки летний вариант для весенний парфюма. Потому что он все-таки такой немного свежий для азиадной. Хороший такой запах. Очень-очень-очень нравится упаковка. Но все-таки это летний вариант. По аннотации у меня, как всегда, какого-то продукта нет. Как раз Arman Bassi сюда не включили. Но могу сказать, что мне этот парфюм нравится. Но на ледо. Так. И переходим сейчас к второй коробочке на поле. Вторая коробочка была для меня более интересной. Потому что такие продукты я не встречала. Они мне очень понравились. И было очень интересно попробовать такие неизвестные продукты. Итак, давайте начнем, прежде всего, с вот таких массажных плиток от Malamara. Они находились в таких контейнерах. Очень приятно, очень так хорошо и удобно они лежат. Эстетично. Итак, больше всего мне понравилось вот это крем-масло с зеленым чаем. Оно очень приятно пахнет. Классное. Оно очень хорошо распределяется на коже. Я наносила на все тело. В пальчиках оно быстро растает, как масло сливочное. И его приятно наносить. Оно впитывается достаточно быстро. Не оставляет какого-то пленки, какого-то жирного налета. Выглядит оно таким образом. Вот видите, я его уже использовала несколько раз. Жалко, что его мало. Очень классно. Очень мне понравилось. Это масло. Крем-масло для тела. Из масел кокоса, ши и оливкового. Со свежающим ароматом зеленого чая. Содержит экстрат зеленой чая. Специально для сухой с чувствительной кожи. Очень классно мне было попробовать его нанести на локти. Локти обычно сохнут. Можно его наносить на ноги, на пятки, на ступни. Отлично справляться с сухостью. Очень понравилось. Рекомендую. Никогда не пользовалась средствами маловаров. Думала, что это какой-то маркетинговый ход. Какие-то продукты, которые не стоят того. Но я изменила свое мнение, когда попробовала именно это крем-масло. Очень мне понравилось. Следующее масло. Массажная плитка, которая тоже не менее приятнее пахнет. Хотя она даже лучше и ароматизированнее пахнет, чем зеленый чай. Ее я пробовала только буквально на пальчик. Еще не успела пробовать, но запах тоже приятный, питательный. Это массажная плитка фруктовая ваза. Данная массажная плитка с таким фруктово-тропическим запахом. Немножко, может быть, она такая яркая, терпковатая. Но она тоже не менее приятная. И еще третья порода, которая была от компании Маловаров. Это шоколадная такая маска. Увлажняющая, питательная для тела. Очень-очень классный запах шоколада. Вы, когда ее наносите на тело, вам кажется, что вы мажете с настоящим шоколадом. Очень мне понравилось. Она легко наносится на кожу. Она не оставляет каких-то коричневых следов. Не оставляет каких-то пятен. Не отпечатывается на одежде. Ее достаточно, конечно, подождать минут 20, пока она впитается полностью. И тогда уже все, можно, в принципе, одеваться. Носить ее после душа. Можно делать шоколадное обертывание. Что мне очень понравилось, что в составе тертое какао-масло, какао-минеральное масло, масло авокадо. То есть она достаточно питательная. Ее, в принципе, рекомендую использовать не два раза на неделю для сухой кожи. И она, в принципе, очень хорошо приводит в порядок сухой. В общем, безумно довольна вот этими всеми тремя средствами. Классные. Очень, они очень понравились. Еще раз говорю, все ды. Просто замечательные. Следующее, что я использовала, это вот такой, видите, уже пробный геля для душа. От фрукбери с дыней. Ну, классный вообще запах. Он действительно бодрит. Вы наносите, когда его на тело. Знаете, вот в эти сейчас зимние, такие холодные времена, да, в эту погоду. Очень классно ощутить на себе такую бодрость. Ну, мне вот тоже понравился запах и вообще само качество этого геля. Просто отменное, хорошее. Что нам пишет производитель? Смузи для душа. Дыня, виноград, апельсин. В общем, разные здесь, разные запахи. Вот мне достался мелан, то есть дыня. Семь разных ягодных фруктовых ароматов. Органическое средство для душа не содержит минерального масла, силиконов, парабенов и других вредных веществ. Только натуральные соки и масла. Стоит оно вот 250 мл, 199 рублей. Вы знаете, после того, как я попробую, я, думаю, куплю себе большую версию, то есть полноценную. Давайте еще покажу вам, что мне тоже было интересно попробовать. Во-первых, это от Ивроше продукт. Наверное, первый за долгие годы я не покупала Ивроше очень давно. Как-то вот отношусь к ним скептически, наверное. Это бальзам для губ. Био-бальзам. Очень классный. Единственное, что очень он трудно вот так выталкивается. Но он достаточно густой и хорошо питает губки. Нет пленки, что самое главное. Приятно, хорошо он впитывается в губы. Сухую корочку убирает. Вообще моментально очень понравился. Всем рекомендую классно-бальзам. Так, следующее, что было в коробочке. В общем, коробочка была такая достаточно наполненная и насыщенная. Это натуральный шампунь от Лагуна. Достаточно для меня новая компания. Потому что я не слышала на ютубе, в интернете. По-моему, про Лагуну рассказывала Юлия Юлянка. Какие-то средства, но не шампунь. Вот шампунь. Видите, вам можно увидеть, как он, как желе. Шампунь достаточно такой, знаете, натуральный. Потому что мои волосы, когда я мою натуральными шампунями, им требуется все-таки еще больше кондиционер увлажнения. Нет силикона, то есть, другими словами. Это шампунь объем с пивом и медом для защиты и ухода. Ну, знаете, я сначала подумала, с пивом, значит, будет вонять. Ну, немножко есть такой запах, знаете. Но не сильно. Нет сильного запаха алкоголя, нет сильного запаха пива. Такого. Просто натуральные какие-то ингредиенты. Запах натуральных трав даже, можно сказать. Ну, что я могу сказать. Немножко придал пышности. Объем, как таково, моим волосам трудно придать. Они достаточно тяжелые. Хорошо промыл. Но, опять же, моим, наверное, волосам все-таки не хватает силикона. Но, как шампунь, он мне понравился. Фирма неплохая. Следующие три продукта для лица, которые были также для меня не менее интересны. Потому что эту компанию я еще не слышала, не тестировала. Это компания Этрабель или Крем Этрабель. Здесь была одна сыворотка рифтинговая с гиалуроновой кислотой. Которая понравилась мне, кстати, больше всего. Далее, Крем Гидрошок дневной и ночной. И Крем Зеленая энергия. Тоже он увлажняющий, как дневной вариант идет. Итак, что по поводу сыворотки. Сыворотка мне очень-очень понравилась. Она позиционируется как лифтинговая сыворотка с гиалуроновой кислотой. И с компонентами. Я вот сейчас читаю Квиклифт. Квиклифт формирует на коже невидимую проницаемую, крепляющую сетку. Благодаря чему обеспечивает немедленный лифтинговый эффект. Я, конечно, не могу в полной мере рассказать вам про лифтинговый эффект. Мне там еще подтягивать-то нечего. Но вот под глазами мне понравилось, как разглаживают маленькие морщинки. Обязательно нужно наносить сверху какой-либо крем. Если в нем используете, но если ночью ночной ваш вечерний. Потому что гиалуроновая кислота вы должны вытягивать в какой-то увлажняющий компонент из крема, который вы наносите сверху. Иначе она будет немножко суховато ощущаться у вас на коже. Я наносила и без крема, и с кремом. Но с кремом, конечно, гораздо лучше увлажнение. Самое такое полное. Очень понравилась мне эта сыворотка. Я бы хотела ее купить. Скажу сейчас сколько стоит. Подвешу сорт, в принципе, для сыворотки это не дорого. А сыворотки стоят достаточно дорого. Обычно 4-5 тысяч. Только я вот не знаю, продается ли она в обычных магазинах. Где она продается, ничего не указано. И производство Германии. Хотела бы попробовать. И два крема, который один был. Зеленая энергия. Он с такими частичками, с такими капсулками. Капсулки сейчас мне не попались. Ну, вот здесь я вижу в просветах по всему тюбику крем с такими капсулками. Которые при нанесении на кожу лопаются. И, наверное, тем самым они дают какой-то интересный крем. Вот эта зеленая энергия. Он предназначен для комбинированной кожи. Он достаточно питательный. Я его могу использовать сейчас и днем, потому что сейчас холодно и на ночь. Но, в принципе, он с SPF 6. Так что днем можно его использовать в полной мере. Очень понравился. Классно. Вот эти особенно капсулки, которые распределяются. Они достаточно приятно, знаете, не шкарябают лицо. Сначала мне казалось, что это скраб, но они лопаются. И последний крем это Гидросилк. Увлажняющий с SPF 10. Можно использовать как дневной ночной вариант. Такой он чуть полегче, чем зеленая энергия. Потому что тот все-таки более питательный. Этот такой более тонкий. Классный такой. Запах приятный. Запах такой энергичный. И как лежит на лице, мне тоже очень понравилось. Все эти средства, как я поняла, увлажняющие. Предназначены для чувствительной кожи. Для кожи сухой, безвоженной. И особенно порадовала сыворотка лифтинга. Потому что она очень хорошо ложится. Она как-то не вызывает аллергии. Я ее наносила и под глазки. И под глазками особенно хорошо расправляется. Так, последнее, что у меня еще было. Это два средства. Это гель Траумель. Траумель. Гель от каких-то ссадин, от каких-то ушибов. От варикозного расширения. На ногах особенно. Можно использовать его и беременным. Особенно рекомендуется, когда у них отеки. Когда усиливается варикозное расширение. И он достаточно хорошо смягчает. И помогает ногам. Потому что я его использовала, когда была в положении. И он очень-очень хорошо снимает отеки. В принципе, у него достаточно такой богатый состав. Вернее, богатое применение, богатая сфера действия. Он может использоваться и на синяки, и на варикозное расширение. И на какие-то уплотнения шишки. И на какие-то порезы. То есть он еще подрекционируется как натуральный. Именно без каких-то вредных веществ. Это как бы больше гомеопатическое средство. Также он проходит для каких-то воспалений на коже, на теле. И какие-то, может быть, профилактики каких-то воспалительных образований, явлений на коже. То есть и для тела, и для кожи он очень-очень подходит. Я пробовала мне было раньше Traumé. Только положительные впечатления. Так что если у вас какие-то воспаления, какие-то детям, кстати, можно также его использовать, то присмотритесь. И последний продукт, который мне очень понравился. Это был такой красивый праздничный лак. Колорист. Он красный и с золотистым шиммером. Очень-очень красивый. И я его использовала на ногтях, на педикюре. Очень классно он смотрится. Я его красила на Новый год. Так как на ногтях у меня уже есть все-таки мой синий гель. Поэтому, ну, в принципе, я... Когда у меня не будет какое-то гелевое покрытие, я буду красить его на ногтях. Очень классный. Стойкость у него замечательная. Наносится он очень удобно, хорошо. У него такая достаточно хорошая кисточка. Ну, она не тонкая, но она удобная наносит. Наносила один слой. Одиного слоя достаточно. Он очень такой плотный. Не водянистый. И, кому интересно, это 126-й. Написано еще, что это лак укрепителя для ногтей. Но он идет полноценно. Красный с золотистым шиммером. В общем, вся моя коробочка натуральная. Очень-очень понравилась. Эльбокс, в принципе, я думаю, постарался сделать такой предновогодний подарок. Не знаю, всем ли пользователям или только бьюти-блогерам. Но, насколько я знаю, что другие девушки тоже получили такие же коробочки. Мне будет интересно, кто подписан на Эльбокс. Пожалуйста, напишите, что было в ваших коробочках. Итак, всех еще раз с Новым годом. Удачных вам выходных. Еще впереди очень много выходных. Можно поваляться. Можно отдохнуть. Можно веселиться с друзьями. В общем, желаю всего-всего хорошего. Масса позитива и эмоций. И продолжайте веселиться. Пока-пока.